Мы познакомились с вами с правой сверткой. Правая свертка делала следующее действие. Она брала список и группировала, помещала инициализирующее значение в самый конец списка. И дальше, начиная с правой стороны, группировала элементы с помощью сворачивающей функции. Понятно, что можно реализовать и симметричную конструкцию, так называемую левую свертку. Мы помещаем инициализирующее значение в начало списка и дальше расставляем скобки лево ассоциативно, заменяя конструктор списка на сворачивающую операцию. Давайте посмотрим, как это устроено. Перед нами правая свертка. Здесь, как я уже говорил, группировка происходит в правую сторону. Альтернативный способ группировки заключается в том, что мы берем наш список 1, 2, 3 в этом примере и инициализирующее значение помещаем в самое начало списка и дальше сворачиваем с единицы инициализирующее значение. Дальше вот это вот новое инициализирующее значение сворачиваем со следующим элементом списка, новое инициализирующее значение со следующим элементом списка и так, пока список не кончится. Мы можем записать это выражение с функции f, сворачивающей функции, не в операторном синтаксисе, а в функциональном синтезе. Тогда f перемещается всюду на первое место, и мы получаем вот такого вот рода выражения. Чем отличается правая свертка от левой свертки? Тип левой свертки отличается от типа правой свертки в одном месте. Мы по-прежнему, конечно, сворачиваем список значений типа a, получаем значения типа b. Инициализирующее значение тоже на пустом списке обеспечивает нам требование, что этот тип и этот тип совпадают. И последнее, единственное, что отличается, это тип сворачивающей функции. Действительно, в типе сворачивающей функции мы должны передать частично свернутый список и инициализирующее значение. Если мы посмотрим на механизм вызова, мы увидим, что в каждом вызове функции f элементы списка у нас находятся на втором месте в качестве второго аргумента. Один, вот в этом вызове функции f, опять на втором месте находится, и в последнем вызове функции f опять на первом месте находится свернутая часть списка, а здесь у нас находится инициализирующее значение. Поэтому, в отличие от правой свертки, где тип сворачивающей функции был a, b, b, здесь наоборот у нас элементы списка попадают на второе место. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова